Такие решения – это геноцид. Именно так оценивает импортозамещение в российской медицине Ольга Абанцева, пресс-секретарь благотворительного фонда «Добро24.ру». Объясняет, на первом месте должно стоять качество, и только потом страна происхождения. Сейчас её фонд завершает покупку аппарата ультразвукового исследования для Красноярской детской инфекционной больницы. И аппарат этот импортный. Покупать отечественный нет никакого смысла, считает Ольга. На рынке просто нет российских аналогов, зарекомендовавших себя с положительной стороны. Говорит, новый перечень медицинских изделий и оборудования, закупка которых будет запрещена государственными и муниципальными больницами, вызвал шок у благотворительного сообщества. В списке не только марли и спецодежда, но и эндопротезы, аппараты искусственной вентиляции лёгких, тот самый УЗИ, рентген и тому подобное. Чем хуже российские телефоны, чем хуже российский компьютер. Мне кажется, тут не нужно далеко ходить. Тем, что они не участвуют в конкурентной борьбе, их просто нет целесообразных на рынке. И искусственный стимул пугает. Всё-таки у компании должна быть репутация. Врач Вадим Смирнов считает, что импортозамещение в медицине – это хорошо, но при условии достойных отечественных аналогов. А пока, говорит, всё идёт по сценарию Черномырдина. Хотели как лучше, а получается как всегда. Пока наши изделия, приборы и лекарства, как правило, проигрывают по качеству зарубежным. Но государство упорно их навязывает и медицинскому сообществу, а главное – пациентам. Изменить просто одним движением, одним рощаком пира, к сожалению, это невозможно. Это нужно выставить, шаг за шагом выстраивать производство, реализацию, знакомство специалистов, признание качества. Вот это должно быть всё идти поэтапно. Сейчас по статистике в российских аптеках только 30% отечественных лекарств. Остальные импортные, как правило, из Франции, США, Швейцарии, Индии. Самый покупаемый и популярный препарат – британский нурофен, на втором месте немецкий. Красноярцы, которых сегодня мы застали в аптеке, все кроме одного заявили, что их нужно лечить действенными лекарствами и не обязательно российскими. Жизнь-то одна. Если бы две было, так можно прожить. Только за качественные и немножко подешевле, конечно, пенсионерам. И я за то, чтобы только было не навредить человеку, пациенту или больному. Зарубежное, это оно и есть зарубежное. И тут все согласны, что оно лучше. Я люблю советское, отечественное, а больше чего. Если они чуть хуже, чем... Да, импортные, они красивые, хорошие. Полностью перейти на отечественные лекарства и медицинские изделия правительства намерено к 2030 году, чтобы не было дефицита на случай большой войны либо усиления санкций. Правда, сейчас и без войны, по данным Российского общества клинической онкологии, до 85% льготников сталкиваются с трудностями при получении лекарств. Виталий Поляков, Владимир Антонов. Новости ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова